всем привет если чемоданчик чемоданчик такой сделала вещь одну несу девочки нажарилась напарилась иду иду ой мужик идет с пустыми банками сейчас его отруга ой-ой-ой стойте стойте там я вас обойду с пустыми банками хорошо хоть заулыбался а то бы сейчас меня обложил матом у нас жара ну как жара 26 наверно где-то так вот ой как их девка чудное привязано так что я вам девочки хотела рассказать спасибо вам за комментарии хорошие комментарии спасибо большое галчонок там какая-то галчонок это значит сколько галчонок вам лет должно быть 15 галчонок галчонок это ну по мне так вот по моим меркам это лет 15 ну а раз вы галя значит вам лет 65 не меньше никак вы галчонком не можете быть вот поэтому ваш комментарий мне не понравился а то что я курю я курю я матом ругаюсь и я это не скрываю и я не собираюсь лично вам не подписчицы кстати перед вами тут актрису играть даже не собираюсь даже не ждите можете писать сколько угодно так девочки ну что вчера вчера открываю вконтакте и у нас на ладожском озере но я не знаю это секта или кто это с голыми мудями и бабы с голыми жопами человек 100 наверное на 50 наверное точно нагишом секта не секта что это такое ну вот эти педрилы все или как они там называется вот вся эта компания галя ком шли шли в озеро а потом еще руки вверх поднимали и орали это что секта как вы думаете вот это нормально вот я бы знаете как по одному бы их выводила и плетками бы прям по голой жопе я бы так делала в общем вот вот такие дела это одна история сейчас подождите девочки не могу смотреть солнце глаза рыжет знаете анекдот сейчас я вам расскажу анекдот в общем короче анекдот два грузина заходят в лифт один груз грузин глухой один грузин глухой а второй слепой ну в общем зашли в лифт и который слепой думает а чё а чё это-то глухой то все равно не услышит и как и как газанул ну пухнул пернул 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 короче так интереснее будет а вот ну и глухой а глухой такой стоит и говорит гоги а ты что гоги а ты что пернул а тут глаза вылупил на него он же слепой смотрит и говорит а ты же глухой а он говорит глаза режет так что вот ну вот глаза режет теперь от таких вот полудурка в которые детям показывают вот такие вещи вот по поводу школы пройдусь снова вчера в питере мой по моему в питере мальчик егэ сдал на мало баллов и выбросился из окна красавец парень ну вот как это понимать как это считать и когда это закончится вот эти все егэ и когда перестанут драконить детей слушайте я иду куда-то не туда ёкарный бабай пойду назад ой девочки я уже устала ходить сегодня вот выбросился мальчик мама его носила в муках рожала выносила родила мучила и за счет какого-то дебила который придумал егэ психика не выдержала и мальчик вниз головой разбился насмерть вот так у меня вот вопрос в каждом районе в каждом поселке в каждой деревне в каждом городе миллионы учителей учителя же это все осознают что это егэ она никому не нужна и почему они не собираются все в кучу и не пишут петицию что это нарушение всех прав человечества что это противоестественно ну как понимаете никому это дело нет поэтому вы мне не рассказывайте когда там доказывают что 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 это все норма норма жизни так что вот фу девочки все мокрые я купила все воды мороженое схомячила уже мороженое воды пол бутылки выпила у меня наверно шоколадки сейчас все растает у это девочки на жарко хорошо что у меня дома жалюзи blackout видите даже слова blackout это же не наше слово полная темнота ну чего не назвать то что не проникает свет или не попадает солнце или ну там полная темнота нет blackout только на брайтон бич в нью-йорке написано на русском языке русский квартал а так вы в америке не найдете название на русском но у нас сплошь и рядом окей все окей не все окей не хорошо а ок 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 так что вот ладно девочки все хорошо все прекрасно жизнь прекрасно и удивительны так что вот девчонки с карапузиками гуляют я бы тоже со своей внучкой гуляла конечно девочки вот вы пишите там да всякое в жизни бывает это естественно и если мой вернется конечно он будет жить со мной естественно девочки это же все естественно я просто говорю что как должно быть а в силу финансовых сейчас соображений и в силу того что не все зарабатывают хорошо конечно не купить отдельное жилье вернее купить но это кабала на 30 лет все это понятно девочки что вы думаете я тут какой-то колокольни другой рассуждаю не я это все знаю мы это все проходили мы тоже жили снимали комнату тут засратую вы думаете мы прям тут знаете такие такие питерские жители да мы приехали восемьдесят седьмом году у нас из имущества был один телевизор с большой попкой вот так приехал офицер майор после афганистана и его молодая жена больше у нас ничего не было сошлись с голыми жопками вот поэтому девочки все это я проходила вы мне не говорите у нас тут вот сцена очень часто приезжают всякие исполнители ну они же не дадут бабки рубль они быстрее исполнителя пригласят этому исполнителю какой-нибудь шепелявой татьяне булановой заплатят ей же не три копейки надо платить а прилично поэтому поэтому вот так ой так что мне домой надо что-то надо бы купить у меня ни одной фруктины нет вы не знаю девочки сейчас пойду в магазин фу ну ладно я коробочку забрала на хоть не тяжелая скоро девочки вам покажу как вкуснятинки пока я принюхиваюсь по секрету вам скажу что это уходовая косметика и духи честный от отзыв будет от меня честный но девочки у кого духи кончились пока не покупайте ждите ждите мой честный отзыв все девчонки я вышла к людям всем пока пока всего доброго